Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Сегодня у нас очень интересная, важная и многих волнующая тема это пигментные пятна. Итак, поехали! Обязательным этапом у нас с вами является очищение. Очищение правильное, очищение правильными средствами. Вот это энзимная пудра, которая у нас сейчас вот в такой вот линейке с зелененьким, да? Тоже эксперт, но Себа Баланс линейка, ее перевыпустили. У меня она еще в старом формате. Я не знаю, есть ли она сейчас Фаберлик или нет. Так, артикул 1.6.7.3. Вот этой старой, если ее нет, то вот в этой линейке перевыпуск Себа Баланса такая же энзимная пудра для умывания. Я думаю, там разницы нет. Нам понадобится с вами щетка. Именно щетка обязательно. Почему? Потому что я пробовала просто делать умывание средствами и умывание средствами с щеткой. И вот именно после щетки они становятся светлее. У меня вот такая вот из Фикса. Она достаточно мягкая, но здесь много щетинки. Она очень хорошо полирует кожу. Либо вот такая, да, резиновая. Но вот эта мне нравится больше. Она почему-то эффективнее, хотя это местами даже и пожестче. Итак, мы сейчас с вами намочим щетку и будем очищать лицо. Открываю пудру и высыпаю достаточное количество ее прям на щетку. Она такая желтоватого цвета. Видно вам, девчонки, не знаю или нет. Мне еще нравится очень корейская умывашка, но у нас сегодня с вами видео про Фаберлик. Что в Фаберлике действительно эффективного есть от пигментации. Так, нанесли на щетку и начинаем массировать интенсивно наше лицо. По массажным линиям, кто боится растянуть кожу, делаем это аккуратно. Я не боюсь. Я по массажным линиям делаю. Массаж гораздо полезнее, чем растяжка кожи. Так, маловато, мне кажется. Надо еще подсыпать. Она, в принципе, на щетке начинает пениться. И выдает нормальное такое количество пены. Но чтобы хорошо чистить, я насыплю побольше. И именно в тех зонах, где у нас с вами пигментные пятна, мы как следует хорошо проходим с щеткой. Два раза в день нужно делать обязательно эту процедуру, утром и вечером. Если у вас пигментные пятна не связаны с гормональными изменениями, а связаны с появлением солнца, то, конечно, носим СПФ. У меня это связано именно с гормонами, поэтому мне что СПФ, что не СПФ, без разницы. Многие из вас написали, что во время беременности тоже пигментные пятна появлялись. У кого-то они прошли спустя какое-то время после родов, у кого-то остались на всю жизнь. Поэтому я все-таки с ними борюсь, потому что мне не хочется, чтобы они оставались у меня на всю жизнь. Актуальным был бы кислотный пилинг Фаберлик, но сейчас уже у нас тепло, солнышко. Его не рекомендуется в это время использовать, поэтому я использую вместо него два раза в неделю карбокситерапию. То есть вот такой у меня сейчас уход в комплексе, и я могу сказать, что они светлеют, действительно светлеют. Над губой вот эти пятна как следует прорабатываем. Хотя бы сделать их светлее, это, я считаю, уже большая победа за сколько? За 2-3 недели. Это здорово. Вот таким образом мы прорабатываем все наши пигментные пятна. Карбокситерапию я уже делала вчера на ночь. Я не скажу, что прям после процедуры они светлеют, но вот такой уход в комплексе, он дает результат. Нам нужен именно очищающий уход, который проникает в поры и хорошо очищает. И вот в этой же серии есть потрясающая маска, у меня сейчас ее нет, уже закончилась в серии эксперт с красным крестиком, 2 в 1 маска. Ее тоже можно использовать как умывашку, она будет обладать еще лучшим высветляющим действием. Тоже можно наносить на щеточку и также проходиться по лицу. Вот эта маска 2 в 1, она мало того, что и поры наши стягивает и вычищает их как следует, она еще и высветляет тоже. Так, ну все, я как следует прошла сезде и теперь буду смывать. Вот смотрите, уже после такой процедуры умывания кожа выглядит светлее, да? Да, однозначно. Если делать так 2 раза в день, эффект будет. Несколько раз в неделю, не каждый раз после такой процедуры умывания я еще роллингель из серии эксперт использую. Если у нас масочка 2 в 1, то, конечно, смысла нет, она и так сама по себе хорошо вычищает. Но мне нравится еще воспользоваться и роллингелем. Это может быть еще и скатка Айсиул, да? Роллингель артикул 78-81, да. Тоже классно вычищает, классно полирует кожу, снимает ороговевшие частички. Поэтому еще пару раз в неделю я уход на этапе очищения дополняю именно вот этой скаткой. Тоже как следует прохожусь в проблемных местах. Очищаем. Где у нас есть пигментные пятна. И затем смываем. Ну вот кожа уже вполне достойно выглядит, уже пигментные пятна так в глаза не бросаются. Замечаете, да? Я точно замечаю. Прям отлично. Дальше у нас с вами по плану маска. Маска тоже очищающая. С утра я делаю очищающую маску, а вечером какую-то увлажняющую, питательную, антивозрастную и так далее. Очищающая маска из линейки N4W у меня была. И из этой линейки тоже хорошая очень. Мы ее с вами наносим. Так, артикул 0467. Это линейка с цинком, если я не ошибаюсь, девчонки. Вот эта N4W, она и как подростковая идет. Поэтому тоже обладает высветляющим действием. Если утром вам некогда делать совсем маски, хотя ее можно нанести, пока пьете кофе, вполне подержать на вашем лице. Если некогда вам делать масочки, значит вы этот этап пропускаете, очистились хорошо. Как бы на том спасибо. Какой будет уход после масочки, я вам обязательно расскажу. Здесь тоже есть важный момент, важный компонент, так скажем, в дальнейшем уходе за кожей, склонной к пигментации. Даже вот в местах, где я хорошо очищала, вот эта масочка пощипывает слегка. Почему под маску не наношу тоник? Не всегда я люблю это делать, потому что она очищающая. Мне нужно сначала доочистить кожу, а потом уже я буду ее тонизировать. Пока не хочу. Именно вот в таком уходе, когда есть пигментация, не хочу это делать. Тут над губой как следует нанесла, где у меня выражена пигментация тоже. Такие звуки маской дают потрясающие, да? Этой масочкой, она с частичками, можно потом еще тоже немножко пройтись, помассировать лицо в конце, когда будем с вами смывать. Ну вот так, все, минут 10-15 сейчас походим, будем продолжать наш уход. Ну что, девчонки, отходила 15 минут, она уже немножко мне стянула, все, подсохла, так что я ее даже не помассажирую, поэтому буду сейчас смывать. И уже кожа совсем прям практически светленькая, чистенькая. Итак, какой у нас с вами дальше уход? Дальше наиболее эффективный для себя уход я выбрала с витамином С. Это у нас с вами серия BioGlow, да? Потому что витамин С при пигментации тоже очень хорошо работает. Можно еще проделать курсом, как я уже вам показывала, аскорбиновую кислоту в ампулах тоже будет очень эффективно. Поэтому у меня сейчас уход с витамином С, он тоже высветляет, хорошо очищает кожу и есть некий элемент борьбы с пигментацией. Первое, чем я спрысну, это Софнорос BioGlow. Не обращайте внимания, что он у меня в бутылке из-под биомики, потому что я его перелила. Распылитель в Софноре BioGlow, он просто адский какой-то, он струей плюет в лицо. Поэтому у меня закончился вот такой вот от биомики, я всегда перелила Софнор от BioGlow, потому что здесь распыляет более-менее адекватно. Поэтому теперь после масочки мы с вами распыляем. Я прям так не жалею. Балдежный аромат, вот это мандарин и апельсин, больше апельсина, цитрусовый, вообще класс, просто супер. Так, и дальше с вами сыворотка от BioGlow, тоже с витамином С. Ее артикул 1308. Она у меня уже почти заканчивается. закончится, проделываю курс витамина С чистого, в ампулах, на лицо. Ага, спасибо, спасибо на ночнушку. Сыворотку распределяем. Она, кстати, довольно легкая, мне кажется, подойдет и для жирной кожи, у меня никакого блеска и утяжеления не вызывает совершенно. Везде сывороткой проходимся, чтобы витамин С у нас везде проник, везде поработал. Сейчас немножечко впитается и дальше кремушек. Я на день выбираю опять такие, знаете, типа InfoW, вот мне надо его добить, наверное, с вами сейчас добью. А на ночь BioGlow жидкие патчи на все лицо. Я их делаю и мне очень комфортно с ними, тоже без эффекта и утяжеления, но тем не менее витамин С и это здорово. Может быть даже что-то по питателю, иногда в зависимости от потребности кожи. Я не беру один крем и не мажу его постоянно, потому что у меня один день может быть кожа суше, другой день кожа жирнее. Это нормально, это нормально на самом деле, поэтому я смотрю, чего хочет в данный момент моя кожа, то на нее и наношу. Да, жидкий патчи классный, кстати. Артикул 1.3.1.0. Их на ночь мы будем с вами делать после очищения. А сейчас возьмем InfoW кремушек легенький на 1.04.69 артикул, который нам не будет закупоривать поры, не будет создавать еще худшей пигментации, да, почву для ее размножения и так далее. Крем InfoW не сушит. Вот эта линейка достаточно щадящая, можно использовать и не Softner BioGlow, можно использовать и тоник из линейки InfoW, он потрясающий. 0.468 артикул, он способствует долине черных точек, эффективно очищает поры, снижает выработку серома, увлажняет кожу. Да, он тоже абсолютно не сушит, в нем есть как ментольчик какой-то, когда протираешь ватным диском лицо вместе с этим тоником, есть элементы охлаждения, поэтому когда пигментация, вот этот продукт, мне кажется, только хорошо очень подходит. Он очищающий у нас сам по себе и в то же время очень комфортен, не пересушивает ничего. У нас нет, по-моему, спирта в этой линейке, что очень ценно. Так, ну это все, нанесли кремушек, он пока на лице виден, но сейчас он уже впитается. Не сказать, что после него лицо прям будет матированное, в этом плане кислородный баланс, конечно, матирует лучше, если у вас жирная кожа, да, но он ее и не жирнит. Сейчас вот это все дело впитается и будет просто вот идеально хорошо. Но сравните теперь, как было до ухода и как после, то есть они гораздо бледнее. Если изо дня в день мы будем с вами повторять вот эти вот процедуры, грамотное очищение кожи, да, витаминчик С в составе уходовых средств, то, конечно, ситуация потихонечку, постепенно будет улучшаться. Я это вижу, я уже выбрала продукты, которые действительно работают в этом направлении и уже убедилась в их эффективности, да. Надеюсь, что и вам они помогут. Если у вас есть Фаберлик, еще какие-то продукты интересные, которые тоже помогают вам в борьбе с пигментацией, обязательно пишите. А что касается высветляющего крема, да, у нас там есть два кремушка, не знаю, не сняли их еще с производства, их просто уже выкинула. Крем с моментальным осветляющим эффектом и еще какой-то. Здесь я тестировала, нет, вообще не моя история, потому что он очень плотный, он закупоривает поры, он чувствуется на лице, как жирная масса, какая-то пленка, маска, и мне кажется, при пигментации это вообще не ась. Не знаю, даже если брать капелюшечку, тонким слоем разносить, этот высветляющий эффект, он есть, он высветляет кожу, но насчет пигментных пятен я совершенно не уверена. То, что вы потом его смыли, лицо у вас все вернулось на место. Видите, кремушка почти подпитался, все очень достойненько. Вот. Ну и на этом буду видео заканчивать. Если оно вам было полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую, всем весеннего настроения. Пока-пока. Затем.